Как известно, в России сейчас не получается загрузить видео в ТикТок. Всё из-за нового закона о фиктивных историях. Вот. Поэтому соцсеть отобрала возможность публиковать видео. Итак, чтобы у нас появилась новая возможность загружать видео в свой блог, мы включаем VPN, дабы стереть все данные о себе, по крайней мере, стереть данные, где мы находимся. Смотрим страну, потому что это нам нужно будет в будущем, после загрузки новой версии. Точнее, она старая, новая. Удаляем ТикТок и открываем теперь браузер. Именно в браузере нам нужно найти будет старую версию ТикТока. Вводим «Скачать ТикТок бесплатно». Версия 14.0.0 Данная инструкция пока известна только для андроида на айфоне, просто, как мне известно, нет возможности загружать. И скачиваем. После того, как загрузился сам файл, мы открываем скачанные файлы и загружаем, точнее, устанавливаем приложение ТикТок старой версии. Как только установите приложение, нужно будет войти в ТикТок обычным вашим способом. У меня это вход через Facebook. Далее открываем настройки профиля в ТикТоке и меняем страну на ту, которая была у нас в ВПН. Так будет лучше. У меня это больше. После этого я вам сейчас покажу, что действительно приложение скачено, верно, и то, что у меня есть возможность снимать видео. Однако, используя эту версию, она очень кастомная, точнее даже костыльная, вроде говорят. И у меня не выходит в самом приложении комментировать другие публикации. То есть нет такой возможности. Плюс еще сохраните видео на старой версии, ну, дизайн. Сохраните видео других пользователей. Пока других изменений не ведем. Продолжение следует...